Здравствуйте, уважаемые любители красоты! Приветствую вас на канале Мой Стан, Быкова Евгений. И сегодня хотела поговорить с вами о всходах. Пеларгонию мы с вами сеяли 26 января. Сегодня у нас 1 февраля. Прошло 4-5 суток. И вот посмотрите, она уже почти вся проклюнулась. Было 30 где-то семечек. Вот здесь у меня написано, сколько на каждом сорте семечек. Вот первый ряд, фиолетовая 5, проклюнулась 3. Блэк Вельвет Розы было 3, проклюнулась 2. Блэк Вельвет Скарлетт было 3, 3 и взошло. Маверик Светло-Розовая 3 было, 3 и взошло. Дальше следующее, Мультиблум тоже 3 было, 3 и взошло. Пинта, Премиум, Оранжевый Бекалор тоже 3. И все 5 взошли у меня Позитана, Розы. Вот. То есть, ну, схожесть почти 100%. Ну, там 90% однозначно. Это семена от Беллы Пеларгония, которая должна зацвести ровно через 6 месяцев. Ну, возможно, и раньше. При своевременной пересадке в подкормках она будет радовать нас цветением уже в июне месяце. Ну, и теперь посмотрим, как зашли семена, которые я собирала сама. Они у меня стоят вот в парничке, потому что они проклюнулись не все, и им еще нужна 100% влажность. Ну, посмотрите. Они всходят, да. Ну, тоже их было тут около 30. Я взошла всего раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть уже полностью выпрямились. Четыре еще на подъеме. Итого 10. Это около 30%. То есть, уже сегодня даже не пятый день, а уже больше. Шестые уже сутки. Ну, вот. Такая картина. Поэтому папиларгонии, семена, которые профессиональные, покупные, они все-таки, может, обработанные. И, может быть, нарушена немножко оболочка, потому что они туго всхожие. Вот если свои. Видите? Своими все-таки еще. Еще нужно подождать. Они сходят дольше. Ну, как видите, они все-таки всхожие. Вот так рассадила я уже свою плуневую бегонию. Очень ей довольна. Такая крупненькая прям. А еще мы с вами сели гацани. Ну, на третьи сутки уже она пошла в рост. Я даже не ожидала. Ну, посмотрите, вот. Еще настоящих листочков нет. Вот как появится, так будем пикировать. Тоже тут у нас было тоже. Я все по 30 сеяла. Если здесь посчитать, сейчас посчитаю, скажу вам. А взошло даже 32 семечка. Ну, то есть, действительно, их там было. Вот последние я уже не стала считать. Они были такие маленькие. Мне казалось, ну, они точно не взойдут. Но взошли все. Сто процентная всхожесть. Семена недешевые. Заказывала в OpSales у Александра. Ну, вот. Гацани прям красота. А теперь давай посмотрим, что же у нас со всходами устомы. Сейчас мы уже точно можем сказать, какая зашла, какая не зашла. И какой из сортов, какая серия у нас зашла хуже всех. Посмотрим. Ну, вот так здесь малышки живут. Им тут очень хорошо. Посмотрите, какая у них влажность, какой у них конденсат. Сейчас все будем открывать. Ну, давайте начнем с землянички. Вот посмотрите, земляничка. Рюгер. 16 числа. Вот такие всходы. Алибаба. Вот тоже всходы. Вот здесь золотинка. Вот такие. Совсем их мало. Ну, потому что срок годности семян уже почти выходил. Я так и думала. Но я думала, вообще ничего не зайдет. Ну, вот штук 10 точно есть. Это удача. А теперь посмотрите, какое зеленое поле. Ну, и давайте посмотрим, что прям хорошо взошло, а что нет. А здесь ситуация наоборот. Самосборные семена от Галины Жагло. Находится она в одноклассниках в основном. Но у нее, мне кажется, даже свой канал есть. Вот. Они взошли очень хорошо. Вот. Схожесть у этих семян отличная. Кто новичок, кто только начинает выращивать эустому, вы можете приобрести такие семена. Но я думаю, уже теперь на следующий сезон Галина их будет продавать. Схожесть хорошая. В пачке их много. Они недорогие. Вот. Просто проверить себя. Готовы вы к выращиванию такой культуры, как эустома, которая очень медленно растет, хватит ли у вас терпения. А потом вы можете уже приступить к посеву уже профессиональных семян. Потому что в чем разница между самосборными семенами и профессиональной? Профессиональные будут сто процентов. Если вы выберете махровый сорт, он и будет махровый. А здесь махровых будет мало, однозначно. Ну, а и будут замершие тоже. Они будут и в профессиональных замершие. Поэтому эустома – это такая культура, которую нужно познавать и познавать. Поэтому это ваш выбор. Ну, вот. Видите, я занимаюсь реализацией эустомы в рассадный период. И поэтому мне хочется, что человек, если уже отдал деньги, то он получил абсолютно махровый цветок, если он просит махровый. А здесь у нас, получается, мы не знаем, какая она будет. Но единственное, что мы знаем, если у человека есть предпочтение по цвету, то он будет вот, смотрите, фиолетовый. Да по нему и будет видно, когда они у меня подрастут. Вот по листве, по каюмке листа уже будет тоненькая такая фиолетовая темная полосочка. И мы уже будем знать, что это конкретно фиолетовый цветок. Поэтому из-за именно цвета, вот фиолетовая и арена ред, они взошли хорошо, и именно из-за цвета я их и посеяла. Вот. И априкот. Но априкота тут совсем мало. Так. Что дальше? Давайте дальше будем смотреть. Вот здесь у нас. Это были семена от Беллы. Посмотрим, какие взошли в серии. Какие нет. Вот эхо белая взошла. Арена априкот. Видите, ее вообще ни одной нету. А семена профессиональные. Эхо шампейн. Может быть, она еще взойдет, но я не вижу ничего. Эхо шампейн взошла. Морячий пинг мистери. Тоже взошла из 5.5. И последняя у нас здесь. Ну, три. Семечка даже четвертая что-то пытается. Это карелий априкот. Видите, априкот, она и здесь плохо всходит. Все зависит еще тоже и от цвета. Самого цветка, да. То есть, вот здесь мы видим, что арена серия вообще не взошла. То есть, и она еще и арена априкот. И карелия априкот плоховато. То есть, сама расцветка априкот. И вот здесь у меня от Галины Жаглот тоже априкот сходит плохо. Плохо. Вот ЖЖ. О, три кот. Ну, вот такая расцветка плохо. Хотя, вот здесь арена, она взошла хорошо. Но арена от Opt Cells, посмотрите, арена Red, ну, просто ни одного семечка не взошло. Ну, что это значит, я не знаю. То ли это действительно такой сорт, серия, которая не всходит, то ли, то ли, то ли что-то с семенами. Потому что самосборные аренов зашли хорошо. Я их уже проверяла и в том году. Да, они были красноватые, только маленький колокольчик. А здесь махровая арена Red не зашла. У меня такое вот чувство, что надо выбирать все-таки, если даже и красную, да, карминную, то другой серии. Ну, не арена. Хотя бы что-то было. Так ничего не будет из красных махровых. Ну, и дальше давайте пройдемся. Дальше картина прям вообще такая радует меня, радует, радует, радует. Вот посмотрите, тут поле белая, махровая, арена White отлично взошла. Следующая тоже хорошо повсходила. Рози, лавендер Blue, голубая. Это низкорослая. Ну, повсходила-то повсходила, ну, процентов 60. Вот так. Канкан синяя, махровая. Тоже отлично. Отлично. Кармен, Римблу, голубая каёмка, низкорослая. Ну, посмотрите, какая красота. Вот белые, голубые и синие всходят просто 100%. От Обцелс. Сапфир White, белая, низкорослая, не махровая. Вот. Тоже хорошо. 60, а то и 70%. Вот от Беллы еще. Ну, тут синий-белый. Давайте посмотрим по сортам. Что у нас плохо взошло. Первый ряд, три штучки из пяти Карелли Blue. Ну, то есть, в Карелии вот плохо серия всходит. Дальше. Следующая. Одна штучка. Это Арена Блурин. Следующие. Три штучки. Арена Пурпур-Фиолетовая. Не вся. Эхо. Взошла вся. Эхо Пурпурное-Фиолетовое. Значит, эхо. Она быстрая серия. Ну, ранее. Флорида. Две штучки. Это низкорослая. Морячий Блум. Три штучки. Ну, вот. Видите, как. То есть, белая она всходит всегда и везде. Эхо всходит тоже хорошо. Арена Ред. У меня вообще и другая, и Блум. Меня не радует совсем. И Карелия тоже плоховато. Ну, и вот осталась у нас еще одна. Рози Пинг. Атоп Селс. Профессиональные семена. Ну, тут. Тут, тут, тут. 20%. 20%. Ну, максимум 25%. И посмотрите, с одного края она не есть, и с другого нет. У меня такое чувство, что их просто пересушило. Вот с этого края. Поэтому это, скорее всего, моя вина. Но и с другого края тоже схожесть не 100%. Это низкорослая розовая комнатная эустома. Ну, то есть, низкорослые, еще вижу такую динамику, низкорослые комнатные, они всходят хуже. Ну, у меня так получилось. А высокорослые, белая, синяя, там, фиолетовая, махровые, они сходят вообще отлично. С красными, это в любой культуре, будь то петунья, будь то вербена, они будут сходить хуже. Все зависит еще, видите, от окраски цветка. Поэтому такие выводы. Пеларгония, самосборные семена, всходят хуже. Мустома, самосборные семена, всходят намного быстрее, намного гуще, чем профессиональные. Вам желаю всего-всего самого наилучшего, дружных сходов, хорошего урожая. До встречи на канале Мой Сад.